Всем привет, где бы вы нас не смотрели. Это была кошмарная неделя в жизни многих людей, и мы все редакции очень хотим, чтобы все это поскорее закончилось. В надежде на это будем продолжать трудиться для вас, наших зрителей, и помогать вам отвлекаться от происходящего вокруг. Итак, перенесемся на футбольные поля. На неделе в Милане и Интере не нашлось героев, способных обыграть Удинезе и Дженуа. Барса продолжила оформлять по 4 мяча в каждом матче, вышла в 1-8 Лиге Европы и по потерянам поднялась на 3-е место в Ла Лиге. Месси продолжил не забивать и вместо этого раздавать ассисты. В возобновленной РПЛ круто дебютировали новички Караскаль и Языджи с его классным штрафным за ЦСКА. Ну и Федя Смолов с первым после возвращения голом за Динамо. Ну и наконец, Челси и Ливерпуль, несмотря на счет 0-0, подарили нам один из самых красивых финалов Кубка Лиги. Куча моментов, незасчитанных голов, выход Кепа под серию после матча в пенальти, его промах и всего 21 пенальти. Это было ярко. По традиции первым выберем голкипера. Тут, на мой взгляд, есть явный претендент Эдуард Минди. Казалось, что уверенной игрой на протяжении всего матча с Ливерпулем и тем, как Сенегалис провел серию пенальти в финале Кубка Африки, он заслужил остаться в воротах на 11-метровые. Но Тухель решил иначе и прогадал. В любом случае, если Минди сохранит свою суперформу, с соперником Челси будет очень тяжело в плей-офф Лиге Чемпионов. В защите на левой бровке тоже есть очевидный кандидат Ренан Лоди. Сначала Сен-Ю он был лучшим в составе Атлетика на виду с Фельдшем, ведь вся острота исходила именно с фланга бразильца. Да, и он отдал ассист на единственный мяч. Ну а затем в чемпионате Ренан принес победу матрастиком, оформив дубль в ворота с Сельты. Но просто бенефис Лоди на этой неделе. Правый фланг отдадим герою противостояния Рейнджер с Дортмундом в Лиге Европы Джеймсу Тавернье. Он в каждом из поединков реализовал по фенате. А во втором при счете 1-2 и давление Боруссии забил еще и с игры после ошибки Хуминса. После этого шотландцы спокойно довели встречу до ничьей и выхода в следующий раунд. Где им, кстати, попался достаточно проходной соперник в лице Цервена Звезды. В центре защиты, как и две недели назад, снова хочется отметить Тиагу Силу. Я просто не понимаю, как он это делает. На таком топовом уровне в плей-офф Лиги Чемпионов и в финале Национального Кубка он не то, что не портит картины, а успевает страховать партнеров, забирать весь верх, раздрежать обстановку, раз за разом вынося мяч из штрафной, а еще забивать в серии пенальти. Бразилец обязан рассказать всем секрет своего долголетия и мастерства. Это невероятно. В пару к нему поставим Вилли Орбана из Лейпцига. В Лиге Европы он своим голом положил начало тяжелой гостевой победе над Соседадом. Плюс защите РБ смотрелся надежнее всех. А в Бундеслиге против Бохома, недавно хлопнувшего Баварию, и в этом матче с Лейпцигом, имевшего больше моментов, Венгер помог РБ не пропустить взять три очка и вернуться в топ-4. Переходим к полузащите, где точно сыграет Этьен Капу. Как же он крут при Эмире. И как жаль, что французу нельзя скосить 3-4 года, чтобы подольше понаслаждаться его игрой на топ-уровне. Какой матч он провел с Ювентусом, где вместе с Парехо они забрали себе центр поля и придумали ответный гол. Но и с Испанделом Капу сделал то же самое, только теперь это уже привело к разгробу соперника. Дуэт с ним образует Йозова Кимех, проведший очередной идеальный матч в чемпионате. Вот он, как и Верати, порой играет так, что смотря на них сразу вспоминаешь Хави. Высочайшая культура пасса, видение поля, отсутствие ошибок. А в тяжелом поединке с Айн Трахтом именно Кимех ближе к концовке матча нашел свои разрезающие передачи с Ане и помог тому забить победный гол. С таким надежным центром поля можно спокойно феерить в атаке. Место на правом фланге отдадим гундеркинду Ереме Пино. Он в течение 39 минут положил покер в ворота Испаньола и побил кучу рекордов. Например, стал первым футболистом в истории Вильяреала, забившим 4 гола в Ла-Лиге. Вот такой 19-летний талант подрастает в Испании. Кого он вам напоминает? На позиции десятки точно сыграет Руслан Малиновский. Вы наверняка видели, как он снова явил всему футбольному миру свой чумовой удар слева. Причем дважды в гостевой игре с Олимпиакосом, за что украинец совершенно заслуженно попал в список из 4 номинатов в названии игрока недели Лиги Европы. Место на левой фланге займет Абамьяк. Да, он сейчас больше играет на острие, но в том же арсенале иногда выходил и на этой позиции. Радует, что Хави нашел применение Габонцу. И с помощью передачи за спину защитникам на Габонца Барса теперь быстро выбегает из обороны в атаку. Плюс голевой читьер Пьера Эмирико никуда не делась. И он забил в обоих матчах на неделю. А в целом в трех последних играх оформил аж 5 голов. Круто, что Абамьяк сейчас в огне, ведь еще в декабре казалось, что мы потеряли его как топ-футболиста. И на острие сыграет главный футболист Ювентуса прямо сейчас. Душин Влахович. На неделе он в своем дебютном матче в Лиге Чемпионов забил гол уже на 32 секунде. А после положил дубль в ворота Эмполи и подобрался к иммобиле в гонке бомбардиров серии А. В лице Душина у Юве появилось гарантированное оружие против любого соперника. Серб прекрасен. Понимаю, многие, кого вы ожидали увидеть, не попали в старт, поэтому дождитесь списка на замену. Там сегодня жара. Ну а в основе у нас получилась моя любимая схема 4-2-3-1. С очень сбалансированным составом как по качествам и амплуа игроков, так и по возрасту в каждой линии. Этот сквад не только для кубковых побед, но и для больших задач длиной в сезон. Тренером можно назначить Юргена Клопа за его пятый титул с Ливерпулем. У Найи Эмери, нашедшего ключи к Ювентусу и разгромившего Испанделку. Или, например, Хави на игру Барсы, при котором наверняка стали заглядываться даже болельщики соперников. Выбрать одного из этой троицы попрошу вас в нашем телеграмме. Ну а теперь по традиции посмотрим на самые крутые матчи этой недели в рамках рубрики от Фонбет. Медвиг подарит нам интересные национальные кубковые баталии. В Италии в рамках полуфинала сегодня пройдет Миланское дерби, ну а завтра Фиорентино примет Ювентус. В этот же день и на этой же стадии в Испании Валенсия встретится с Атлетиком. А на выходных уже в чемпионатах нас ждет почти десяток интересных поединков. Среди которых выделяются, конечно же, Манчестерское дерби, ВПЛ и матч лидеров серии А, Наполи и Милана. За подробными линиями и прямыми трансляциями событий ныряйте по ссылке внизу и переходите к нашим надежным партнерам из компании Фонбет. Итак, наш список по-настоящему суперзапасных откроет Николя Пепе, который в матче против Улверхэмптона вышел на поле на 71-й минуте при счете 0-1 и перевернул игру. Забил сам после классной комбинации и на 95-й минуте отдал ассист на победный мяч Ле Казетта. Хоть протокол и записали его, как астагол вратаря. Следующий, вы не поверите, но это Усман Дембеле, проведший наконец-то обалденный матч. Он тоже сначала остался на скамейке, но потом появился на поле в середине второго тайма и успел за это время положить гол Асо в ближний угол и оформить две результативные передачи на Люка Де Йонга и Де Пае. Ну почему вот сразу нельзя так, Усман? Третий, Мохаммед Салах, за матч против кошмарного лица, где он творил все, что хотел. Сам организовал два пенальти, отдал ассист на Матипа и сделал очень тонкую предголевую на четвертый мяч Ливерпуля. Египтянин снова выдал крутой перформанс, хотя чему удивляться, когда речь идет о лучшем бомбардире и ассистенте АП. Четвертый на звездной лавке Кириан Баппе, который тоже набрал какую-то баландорную форму. С Энте Тиеном он оформил дубль и выразил очень красивый ассист внешней стороной стопы на Пирейро. Француз, как и Салах, доминирует в своей лиге, где он второй голеадор и лучший распорсовщик на равной смеси. Ну и чтобы сохранить суперзвездный статус в нашей скамейке, возьмем на нее одного из лучших игроков недели в лиге чемпионов, Жоа Фереша. Сэм Ю он не только забил красивый гол рыбкой, но и в целом показал зрелый футбол. И будь атлетика чуть поудачливее, в том числе и благодаря усилиям Фереша, они могли бы решить исход противостояния уже в первом матче. И это еще не хватило места лидеру Наполи, Лоренцо Инсини, который в важнейшей игре с Лацио забил и отдал победный ассист на последних секундах. Так что неаполитанцы теперь возглавили Сильоа. Честно, я не помню настолько звездной скамейки в истории нашей программы. Так что сегодня будет особенно интересно, кого же вы возьмете в старт, проголосовав в нашем Телеграме. Ну а теперь давайте послушаем Сашу с его рассказом о главных футбольных событиях недели. Всем привет! На неделе «Зенит» вылетел из Лиги Европы, скатав в ничью в ответ на матч с Бетисом. Обидно, ведь играли классно. У питерцев уже 19 игр подряд без побед на выезде в Еврокубках. А поехавший владелец «Стяу» Аджиджи Бекали заявил, что один из игроков команды стал хуже играть из-за того, что вакцинировался. По его словам, привитые теряют силы. Но на третьем месте хамство Джуда Биллингема. В четверг во время матча с Рейнджерс в Лиге Европы англичанин наехал на одноклубника Ника Шульца после его неточного паса. Момент выхватила камера, и журналистам не составило труда расшифровать речь Джуда. Слова он использовал известные, попробую передать без мата. «Ты не можешь отдать ни одного гребаного паса! Ты гребанное дерьмо! Каждый чертов раз!» Кажется, это нормальная для футбола ситуация. Кто из нас на эмоциях не орал на косячного друга во время игры? Тем более, тут концовка матча, на кону выход в 1-8. Вот только есть важное «но». Биллингему всего 18 лет, а Шульцу 28. Не очень-то вежливо называть гребанным дерьмом человека, который старше тебя на 10 лет. Да и в команде дольше. Хочется верить, что это было всего лишь исключение, и англичанин не поймал звезду. Но за этот эпизод Биллингему минус 10. На втором месте увольнение Марсела Бьельсе. В этом сезоне, особенно в новом году, Лидс выглядел совсем плохо. В последних матчах потерпел 4 поражения подряд с общим счетом 2-17. А в феврале пропустил в АПЛ аж 20 голов и стал первой с 1986 года командой, получившей за месяц столько мячей в свои ворота. Так что случившееся в воскресенье увольнение Бьельсе было вроде как и логичным, но в то же время грустным. Ведь именно аргентинец создал эту симпатичную команду, играющую в атакующий и зрелищный футбол. Его Лидс прессинговал больше всех в Европе и не изменял своему стилю даже в матчах с топами. Бьельсе вернул клуб в АПЛ спустя 17 лет, за что в городе в честь него назвали улицу. Он уважал соперника, как-то в матче с Астенвиллой приказал команде пропустить гол из-за того, что Лидс забил, когда на газоне лежал травмированный игрок Астенвилла. А помните, как он организовывал шпионаж за тренировками соперника и руководил командой, сидя на ведре? В общем, это была очень красивая история, за которой было интересно наблюдать. Жаль, что она закончилась. В том числе из-за постоянных травм у Лидса в этом сезоне и упомянутой приверженности Бьельса своему атакующему стилю, за который часто наказывали. Надеемся, что Марсел еще построит другой классный клуб, но за плохие результаты с Лидсом тренеру минус 30. И на первом месте, конечно же, события в Украине. Мы футбольный канал, поэтому расскажем о том, как происходящее отразилось именно на футболе. УЕФА перенес финал Лиги Чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж и объявил, что российские сборные, клубы, матчи под эгидой организации будут проводить на нейтральных полях. Плюс сборная будет играть без флага и гимна под названием «Российский футбольный союз, а не Россия». Позже в FIFA и УЕФА заявили, что сборная России и российские клубы не смогут участвовать в турнирах под их эгидой. То есть мы в полнейшей изоляции. Сборная России не сыграет в стыках к чемпионату мира и точно на него не поедет. «Спартак» исключили из Лиги Европы и дальше прошел Лейпциг. Великобритания ввела санкции против ВТБ, владеющего «Динамо», а США против «Веба», под управлением которого находится ЦСКА. Для клубов это грозит потери спонсорства и финансовыми трудностями. Впрочем, ВТБ уже отказался от своего пакета акций и вернул их спортивному обществу «Динамо». Кажется, это начало конца классной команды. Санкции могут настигнуть и Романа Абрамовича, поэтому он объявил о передаче управления Челси благодворительному фонду клуба, который, правда, под его контролем. В целом, после падения экономики и курса рубля обеднеет весь российский футбол. Это уже происходило в 2014-м, а теперь все станет только хуже. Наши клубы станут еще слабее. К тому же командам из РПЛ теперь наверняка будет тяжело договориться о трансферах регионеров. Например, шведский клуб «Хаммербю» из-за политических событий отказался продавать своего игрока Виллиота Сватберга в локомотив. Друзья, мы на мячах, конечно же, за мир и против любого насилия. Очень верим и надеемся, что весь этот ужас как можно скорее прекратится происходящему минус бесконечность. В такое время особенно важно переключиться с негатива и поговорить о хорошем. Атакующая связка Кея Нейсона официально стала лучшей в истории АПЛ. На неделе парни организовали 37-й совместный гол и опередили дуэт Лэмпорда и Драгба. Но на третьем месте камбэк Ювентуса. Вы наверняка помните, как туринцы ужасно начали сезон. После 11-го тура шли на 9-м месте и отставали от лидеров на 16 очков. А эти самые лидеры, Интер и Милан, вообще шли без поражений. Казалось, попасть в Лигу Чемпионов уже было бы хорошо. Но на удивление ситуация поменялась. Медленно, но верно, Аллегри продолжает улучшать игру. Да, это все еще далеко не та команда, которая была во времена первого периода Макса, но все же. Ювентус уже в топ-4, до первого места 7 очков, а конкуренты вдобавок часто ошибаются. Клуб не проигрывает в серии А уже 13 матчей подряд. Так еще круто усилился зимой. Закария сходу стал основным и изменил проблемный центр поля. Швейцарец даже успел войти в сборную тура в чемпионате Италии. А Влахович не почувствовал смены клуба и продолжил забивать в Турине. В шести матчах у него 4 гола. Парень сконцентрирован только на футболе. По этой причине отказался от шикарного дома, в котором раньше жил Роналду. Я подробно об этом рассказывал в видеоподкасте, посмотрите. Душин явно может помочь команде перевернуть сезон. Как думаете, по силе Юви побороться за Скудетто? Будет интересно следить за концовкой чемпионата, пока команде Аллегри плюс 13. На втором месте официальное возвращение Кристиана Эриксона. В прошлой команде недели я говорил, что датчанин выходил на поле за Брэндфорд в Творнике. Но теперь, наконец, случился его камбэк в официальной встрече. Спустя 259 дней. В игре с Ньюкаслом Кристиан появился на поле на 52-й минуты под овацией стадиона и даже футболистов Ньюкасла. Надо сказать, что датчанин смотрелся очень неплохо для игрока, столько времени находившегося без топ-футбола. Вел игру команды, исполнял стандарты и, например, отдал 3 передачи в финальную треть. Второй в команде по этому показателю, и это за неполный тайм. Я счастлив. Вернуться после того, через что я прошел, это прекрасное чувство. Мы тоже счастливы. С возвращением Кристиан и плюс 50 к армии. Ну и на первом месте, мимо чего не прошли ни в одной топ-лиге, акции мира в футболе. Многие клубы и футбольные люди, видя происходящее на Украине, призвали к миру. Бэхэм сказал, что у него разрывается сердце, когда он видит, как жизнь в зоне боевых действий влияет на невинных детей. Мой дед пережил Первую мировую войну. Мой отец – вторую. Они многое мне рассказали. Война – это ужас. И точка. Лаконично высказался Карло Анчелотти. Пеле, Роналдо, Ливандовский, Томас Мюллер, Модрич, Смолов, Надельсман, Рангник, Василий Березуцкий и другие выступили против боевых действий. Свою позицию выразили и целые команды. Барселона и Наполи перед игрой показали баннер «Остановите войну». А ПСЖ и Сент-Тиэн – плакат с надписью «Мир для всех». В Ла-Лиге во время всех поединков на бортах вдоль поля высвечивалась надпись «Нет войне». Матчи в Бундеслиге начинались с минуты молчания. Так же, как и встреча Милана и Удинеза, где на экран вывели короткое, но столь важное и нужное в эти дни слово «Мир». Не молчали и люди из других видов спорта. Теннисист Андрей Рублев после своего матча подошел к камере и написал на ней «Не надо войны, пожалуйста». Эти же слова произнес и легендарный хатеист Александр Овечкин. Почти весь мир солидарен в одном. Все, что сейчас происходит, должно как можно скорее прекратиться. Тут будет без плюсов, просто очень верим в мир. Список худших игроков недели откроет упомянутый в начале Кепа. Испанец не отбил ни одного из 11 пенальти, хотя несколько раз угадал направление. А его удар с точки показался таким халатным, будто он вводил мяч в игру, а не пытался лизовать свою попытку. Хотя, как говорится, пенальти это лотерея. Поэтому назовем Кепу не худшим вратарем, а самым невезучим. Среди защитников выделился один мастер привозов, испортивший матч своей команды. Это Майкл Кин из Эвертона. Подопечные Лэмпорда почти всю встречу держались под давлением Ман-Сити. И к середине второго тайма позволили горожанам создать моментов всего лишь на полгола по их жи. Но грубая ошибка Кина на 82-й минуте все испортила и обнулила старания партнеров. В полузащите снова наши клиенты из Ювентуса. Кто-нибудь разглядел, какую пользу понесла тройка Рабьо Локотелли Маккенни в матче с Велериалом? Они вчистую уступили центр поля своим визави Пареху и Капу, а Адриен и вовсе по-хорошему наиграл на ударение. Конец сезона на носу, ребят, пора набирать форму. Но нападение пока оставим в покое Феррано Торреса, который и на этой неделе не забил за Барсу. А упомянем португальскую связку из Нью. Роналдо и Бруно Фернандеш. Во встрече с Уотфордом оба не использовали несколько отличных моментов, нанеся на двоих 12 ударов в сторону ворот. В итоге команда не победила дома, хотя в целом провела качественный матч. Ну, может быть, это карма за ничью с Атлетикой, которую они по игре не заслужили. Не забудьте перейти по ссылке внизу и оставить свой голос за худших на этой неделе. По итогу прошлого выпуска лучшим игроком вы признали Марко Ройса с его пятью результативными действиями за один матч. В этот раз среди номинатов не так много суперзвезд, хотя многие наверняка и не станут. Например, Душан Влахович или Ереми Пинов. А Бамиянко, наоборот, вновь становится звездой, за что мы его отмечаем. Ну и Ренан Лоди на неделе сыграл так, что сборная Бразилии может быть спокойно за левый фланг обороны. В рубрике «Гол недели» выделим три незаурядных эпизода. Первый – это мяч, который сообразили на двоих вратарь Севилья Буну и бывшая надежда Барсы Мунир. Необычный ассист после удара от ворот. Второй – гол Николя Пепе. Здесь хочется отметить комбинацию технического оснащения и вуарийца. По-моему, шикарно получилось. Ну и третьим номинируем Руслана Малиновского и его мощнейший удар, а точнее второй гол в ворот Олимпиакоса из-за штрафной. Выбрать лучшего футболиста и гол недели вы сможете в нашем телеграмме по ссылочкам внизу. Ну а с вами сегодня были Васан Балан и Саша Ролёв. Берегите себя, ребята. Верим в мир.